Друзья, доброй ночи, мы из Украины, я Самвел, украинский армянин, витаю вас из Киева. А спонсор сегодняшнего специального выпуска НЛО и группа Space. Кто не знает, что это за группа, наберите в YouTube и услышите эту прекрасную космичную группу. Друзья, ну что, по результатам зеленого свечения взрыва, который произошел над Киевом, над Киевской областью, пришла изначальная информация от Киевской военной администрации о том, что это был спутник НАСА, но предварительно ввели в Киеве, в Киевской области воздушную тревогу, для того чтобы, ну неизвестно, как это может отразиться в результате. После чего советник Юрий Игнат, повитранный в силу Украины, заявил о том, что это еще точно не подтверждено, является ли это в данном случае спутником. Ну а организация, одна из организаций, которые имеют отношение к подобным исследованиям международное, заявила в результате о том, что это, скорее всего, что метеор. То, что касается старого спутника НАСА, который должен упасть на Землю, он находится достаточно далеко от территории Украины. И, скорее всего, что это метеор, и, друзья, понятно в результате, что ничего не понятно, ну в том плане, что большая часть версии говорит о том, что это метеор, не спутник и, соответственно, не шахеды. Но рубрика «Народная творчесть», она, конечно, сразу же покорила весь мир, не побоюсь этого значения, потому что жители Украины, украинцы начали делать прикольные мемы. Кто-то уже собрался на щековицу, да. Появилось очень много мемов, очень много народной творчества, связанной с НЛО. И в этом и есть мы все с вами, жители Украины, которые за эти почти 14 месяцев, через 5 дней будет 14 месяцев этой кровожадной войны, в которой я хочу всем напомнить. Украина каждый божий день побеждает и очень скоро окончательно победит. Будь мой орач и только орач. И Капи Мед.